Спандакарикас, chapter 2 Сегодня будем изучать спандакарики, вторую главу Before starting with chapter 2, I am going to make a review of the first chapter Перед тем, как приступить ко второй главе, я вкратце напомню вам о содержании первой Потому что присутствуют люди, которых не было на прошлой главе Даже для тех, кто уже был, чтобы просто вспомнили, о чем шла речь Я знаю, что вы полностью овладели первой главой Я все равно хочу вам напомнить И первая станса читает Мы восхваляем этого Шанкару то Шиву Которая является источником великолепной группы сил И чьим открытием и закрытием глаз исчезает мир Потому что вы Шива Это не какой-то другой Шива Когда открываются глаза, мир происходит, и когда закрывается, то он исчезает Не пытается себе представить какого-то Шиву с огромным глазом где-то там Это вы, это ваши глаза Таким образом, первая глава начинается с восхваления Мы восхваляем Шиву Почему он говорит «Вы» Это имеет в виду ограниченные личности Пашу Пашу И эти Пашу тоже являются Шивой, но они просто не осознают это Почему они этого не могут осознать? Потому что у них в уме много мыслей Абхинава-гупта учил, что когда появляются мысли, это является концом осознания себя И тогда вы перестаете испытывать восхищение сознанием своего Высшего Я И вы начинаете проживать придуманную жизнь На самом деле вы постоянно себя выдумываете Ваше мнение это все выдумки, собственные выдумки Потому что на самом деле большинство из них даже не принадлежат вам Обычно вы их черпаете откуда-то либо из книг, либо от родителей получаете или из каких-то других источников И это очень трудно принять И это очень трудно принять Потому что обладать каким-то подлинным мнением очень трудно Для этого нужно уметь очень глубоко размышлять на разные темы И осуществлять, что это ваша рефлексия, не рефлексия вашей мамы, папы, общественности, общественности И надо всегда быть уверенным, что это именно ваши рассуждения, а не навязанные вам обществом или родителями Таким образом, вся ваша жизнь на самом деле является выдуманной Вы выдуманный человек И эта выдумка входит в отношение с другими выдумками Поэтому что в результате получается? Ужас просто Как роботы на робот Инвенция Это не реально То, что реально, оно живо И то, что выдумано, оно мертво И то, что мертво не может выполнять никаких действий Например, эго – это мертвый объект Это не органический объект, неодушевленность Поэтому эго не может выполнять действий Но есть сильное впечатление, что эго выполняет какие-то действия Но это все видимость Только то, что наделено жизнью может творить Единственное, что у вас есть живого – это Шакти Это Богиня Сила Бога Это единственная живая сила внутри вас Спанда – Шакти Спанда – Шакти Это Писание как раз и говорит о Шакти, о Спанде Этот мир описывается как кладбище Потому что тело является мертвой материей И эго – мертвая материя и наши индрии, то есть восприятие, наши чувства Все, что эманируется из Майи и все нижние датвы – это все мертвая материя Единственное, что живое – это Шакти, Спанда И Шакти передвигается по этому кладбищу И наделяет все жизнью И поэтому Шакти или Спанда является делателем И больше никто ничего не делает Ни политики, ни государства – никто Они просто невежественны Я абсолютно уверен Потому что я их вижу Если вы способны на это, то просто забудьте о том, что люди что-то делают Забудьте об этой концепции вообще Потому что они мертвы на самом деле Если вы мертвы, вы не можете ничего делать Только тот, кто находится в очень близком контакте со Спандой, Великий Йог, он может выполнять действие Но не все остальные Это тяжело переварить, но это истина Поэтому ваша жизнь всегда полна проблем и вы страдаете Постоянно что-то случается Люди вам говорят о том, что вы совершили, но вы даже не знаете о чем они говорят Часто находится в состоянии смятения, недопонимания Постоянно нужно кому-то объясняться, нужно доказывать свои действия Или оправдываться, оправдывать свои действия и говорить, что «Нет, я не такой, это все неправда» «Я этого не делала» «Я этого не делала» «Да, вы делали, вы сделали» «Вы делали, вы сделали» «На самом деле вы действительно это сделали, но вам приходится постоянно доказывать свою невиновность, объясняться» «И это как такие внутренние адвокаты, которые друг с другом спорят и защищают своего клиента» «Это такой внутренний адвокат, который постоянно защищает ваше эго и оправдывается, говорит «Нет, я не такой, я такого не делал» «На самом деле вы знаете, что вы ужасно» «Но принять это очень тяжело» «Это просто невыносимо» Когда вы принимаете это, тогда вы только продвигаетесь на пути к освобождению, потому что вы становитесь более реальными, более подлинными Если вы расспрашиваете большинство людей вокруг вас, они представят себя просто ангелами «Они вам скажут, что они никогда ничего плохого не делали» «Обычно это все касается других людей, но не их» «Обычно во всем виноват кто-то другой» «У них всегда были только хорошие намерения» «В результате создается впечатление, что они просто освобождены от Дживанмухты» «На самом деле они просто кошку лжецов» «Но это не намеренная ложь, а это бессознательная ложь, то есть это просто невежество» «Если вы были психологами, вы бы очень хорошо это знали» «Когда мне приходится выполнять роль психолога, потому что люди приходят и рассказывают мне свою ужасную историю постоянно» «Люди обычно не рассказывают, что я был так счастлив, я такой мудрый, обычно это что-то ужасное» «И всегда не их вина, то есть всегда винят кого-то другого» «Как будто их жизнь – это не их жизнь, а кому-то другому пронежут» «Наступает момент, когда гуру или психолог говорит» «О, может быть, может быть, вы могли быть виноваты немного, да?» «Приходится сообщить вам, что, может быть, чуть-чуть совсем виноваты в чем-то все» «Коп, например, для tego Storm», «º2, у тебя был такой ужасный муж» «Офенциаль» «Как толк мне этого?" «Как толк мне это?» «Как толк мне это?» «Как толк мне этого?!» «Т excellent!» Если у вас ужасный муж, вы тоже ужасны. Если у вас ужасная жена, значит вы тоже ужасны. Психологу или гуру приходится очень медленно к этому подкрадываться. По чуть-чуть. Так что человек, может быть, я чуть-чуть, может быть, вы правы. Психологи или гуру будут уйти. И в один или три года человек будет решать, что она или он полностью ужасна. И человек начинает задумываться потихоньку, и, может, в течение года или двух до него подойдет наконец-то, да, наверное, я тоже что-то сделаю. И они осознают, что их жизнь была ужасна. Это есть эго, это изобретение. Но это изобретение постоянно ошибается, потому что оно на самом деле изобретение, оно выдумано. Итак, это изобретение, пытаясь быть человеческим. Это не настоящий человеческий, это изобретение, это робот. Например, я не знаю, вы, Александр, я не знаю, это просто, я думаю, вы имеете в виду, что вы очень-оченьшим человеком. Вот, например, Александр, я, конечно, не знаю, но, возможно, у вас есть ощущение, что вы, это просто абстрактное, что вы очень щедрый человек. Итак, вы живете всю свою жизнь, думая, что я очень щедрый, но на самом деле я не очень щедрый, но у вас есть такое впечатление о себе. Да, это не правда, я только даю пример, не с вами реально. То есть он к вам не придирается, это просто так вот пример. Вы живете все время, у вас есть такая впечатление. Но в реальной жизни вы не очень щедрый, вы полностью уменьшите. И вам кажется, что вы очень щедрый, но на самом деле вы скупердяете. И люди вам говорят, что вы скупы, вас это очень обижает, потому что вы считаете, что вы очень щедрый. Таким образом вы проживаете выдуманную жизнь и вы страдаете от этого. Вы страдаете от этого. На самом деле это довольно бесполезное страдание. И вы увидите, что в конце, если вы спросите Гуру о своем эгое, Гуру скажет вам то же самое, что ваша семья говорила вам за долгое время. Например, ваша семья говорила вам за долгое время, и вы всегда это мимо ушей пропускаете. И Гуру вам скажет то же самое. И тогда вы заметите это. Когда вы начнете анализировать свою жизнь, вы поймете, что очень часто вам это говорили. Но вы никогда не обращали внимания. Это очень обычное состояние. Все это не ваше истинное Я, это ваше эго. Но вы должны отбросить эти иллюзии, чтобы отбросить эти иллюзии. И это очень трудно сделать. Некоторым людям нужны просто годы, чтобы хотя бы принять то, что возможно что-то не так с их характером. Возможно какие-то у них есть провалы все-таки. Да, что-то не что-то. Это 99% не что-то. Да, но это очень важно. Но мы должны начать с небольшим. Это совершенно другая жизнь. Потому что это инвенция. Это инвентация. Матери-невежество. Получается, что вы живете в противоположную тому, чем вы являетесь. И это все выдумки о Матери-невежестве. Иисус говорил, что вы должны умереть и возродиться. Но имеется ввиду то, что эго должно умереть и возродиться. Оно не умирает, оно просто изменяется. Оно проходит трансформацию. Вам нужно сначала избавиться от тех адвокатов, которые постоянно оправдывают ваше эго. Вам нужно более гибкое эго. Не такое упрямое эго, которое постоянно себя защищает и окружено кучей адвокатов, которые доказывают вашу мудренность. Когда вы спросите людям о себе, то помните это. Попробуйте. Они как ангелы. Копитиво, макулатые. Они представят себя вам просто ангелами. В факте, почему они на этой планете, если они так великие? Они же непонятно, что делают на этой планете, поскольку они такие возвышенные. Копитиво. У меня есть один друг, он даже не мой друг напрямую, а друг семьи. Но один день он мне сказал, что я не помню. Я не помню, когда я сделал ошибку в моей жизни. Я не помню, когда. Он сказал, что я даже не помню такого случая, чтобы я допустил какую-то ошибку вообще в жизни. Я не помню. Он так говорил, что на полном серьезе, я очень старался засмеяться при этом. Я не мог в этот момент ничего сказать. Когда? Я не помню. Когда? Когда я сделал ошибку? Когда я сделал ошибку? В целом жизни? Нет, нет. Мне нужно помнить. Это невежество. Это очень обычное. Вся жизнь полна ошибок. Но человек даже не может их припомнить. И это есть невежество. Это очень обычное дело. И когда у вас такое очень самонадеянное эго, и когда оно окружено адвокатами, которые его защищают, вы очень много страдаете. Потому что вам постоянно приходится доказывать, что вы чувствуете, что вы даже просто не способны на какие-то плохие намерения. Все время. Да, защищая себя. Это очень много энергии. Постоянно защищаете свое действие, и это поглощает очень много энергии, отбирает от вас. Постоянное оправдание своих действий, своей жизни и всего. Наверное, знаете это, да? Да. Окей. Ну, чтобы добиться освобождения, вам нужно будет избавляться от всего этого мусора по чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, по чуть-чуть. Из пойдет очень маленький. Из-панских это как-то не можно не изучить чуть-чуть. Странно. Чуть-чуть. И... Слышит гей, не мусорливая... Чуть-чуть. И... Это похоже? Да, это похоже. На самом деле это, конечно, болезненный процесс, и он очень хорошо выявляется в сообществе, в комьюнити, когда люди должны взаимодействовать, и вот это выдуманное эго потихоньку обтирается, разрушается, трансформируется. Я провел 14 лет в таких комьюнити, в сообществах, и йоговских, и суфийских разных, и я, конечно, очень страдал, мое эго очень страдало там, потому что оно постоянно сталкивается с другими. Потому что у вас есть эго, у всех остальных есть эго, и они постоянно сталкиваются, обтасываются с другого. Сделать нет, нет, этого не делал, и постоянно трение. Я очень страдал, и многие, многие вещи вы не видите в вашей личности, многие, многие. аспекты вашего характера вы даже не замечаете. Но когда вы являетесь частью, сообщество, все это проявляется. Поэтому большинство людей боится публично говорить, прелюдно. Потому что, когда вы говорите перед людьми, они могут разглядеть ваше эго, поэтому эго очень боится этого. Мне пришлось пройти такую жесткую подготовку для этого. Первую свою лекцию я прочитал в 1985 году. Когда я был ученым, все целые армии втащили, как животное, аааааа. Это очень сложно говорить в публике. Сейчас я могу говорить на поле часа, не важно о меня. Но в то время, сейчас было очень сложно, ааааа. Тогда мне было очень сложно. Тренировку состоялось в следующем, например мне говорили, что на следующей сатсанге ты будешь говорить о своем духовном опыте. Всю сатсангу ты будешь рассказывать о своем опыте. После этой речи все уже уходят и учитель подходит с другими учениками. И тогда учитель спрашивает остальных учеников, что они думают о твоей речи. Их просят очень искренне дать какие-то искренние комментарии. Конечно, эго очень страдает от этого. Сначала другие ученики говорят, что очень хорошая речь была, потому что они врут. И учитель начинает на них давить, чтобы они пробовали. И тогда они говорят, ну возможно как-то слишком много дергался вот так туда-сюда. И кто-то еще может сказать, что он слишком часто повторяет вот такое слово определенное. И эго просто страдает от этого. Потому что эго видит себя просто идеально. Как это возможно, что вы сделали так много ошибок? И это продолжается долго. Это очень сложно. Но в какой-то момент вас уже перестает волновать мнение других. И тогда вы уже готовы к чему-то большее. Они могут сказать вам, что вы полностью ссорили, что ваша речь была ужасной и вы ужасны. И ничего не произойдет. Они хотят слышать, я не знаю, какой-то, я не знаю, какой-то other horrible person in the place of you, yes, hearing you in a talk, yes, you are completely a disaster. But you don't care. Даже не вам скажут, что я предпочел бы услышать речь какого-нибудь самого ужасного человека на земле. У вас просто уже пропадает какой-то стыд. Но это занимает очень много времени. 4 года. Мне это заняло 4 года, я страдал, выносил эти муки. Можете себе представить 4 года подряд каждую неделю вот такое мучение? И каждый раз вам все высказываются мнения насчет вашей речи. В общем, когда у нас будет свое сообщество, мы будем это практиковать и вам очень понравится. На самом деле это просто часть обучения, чтобы сделать ваш эго более гибким. Сначала у вас будет просто целый арсенал адвокатов, которые будут все постоянно защищать. Потом их станет меньше, а потом они совсем исчезнут. Вы начинаете учиться, когда вы уже не воспринимаете это как критику, а спрашиваете у этих людей, как вам можно улучшить свою речь. И таким образом вы становитесь более смиренными. Потом вы уже начинаете болтать и никто вас остановить не может. Потом уже приходится выливать на вас ведро воды, чтобы заткнуть. Но это уже потом, в конце, когда вы потеряете лицо. Но, в первую очередь, это было огромное. О, Господи! Я помню. Моя первая речь была о чем? Моя первая речь. Моя первая речь. Моя первая речь была 1985. Моя первая речь была о фундалинии. И все люди, в昨ем, только два года занимались йогой и всем объясняли про фундалини. Это был, конечно, ужасный урок, ужасная лекция. Но люди серьезно меня выслушивали, а потом начали меня мучить. Музыка. Музыка. Следую, я помню, когда вы в речах, когда вы в речах, когда вы в речах, вы в речах в статусе, когда вы в речах в йога, вы не получаете, как в маршал арте, вы получаете разные декори. Например, вы в руках, В книжном пути вы в charge of something more important position. Когда вы передвигаетесь на духовном пути, это не как военное искусство, боевое искусство. То есть вам не дают какие-то пояса или награды. Обычно это выражается в том, что вам говорят «теперь ты отвечаешь за магазин или за книжную лавку». То есть вам дают какую-то такую... какую-то задачу важную. Я помню, когда я был в charge of the bookstore. И я был заменителем центра. Когда этот человек путешествовал в Асрам, я был заменителем. Это очень важная позиция. Я помню, что в один момент меня сделали начальником книжной лавки. И я заменил одного человека, очень важного, который был как лидером этого центра. И он уехал вашему куда-то за границу. И мне тогда пришлось за место него преподавать. И вы поймете, что случилось. Это было в 1989. Это было в 1989. 6 лет и уже, да? Эксперимент уже, с друзьями, с людьми. Тогда у меня уже было к тому времени 6 лет практики. И у меня был какой-то опыт с людьми, с преподаванием. Так что один день учитель пришел и сказал мне, окей, теперь ты будешь помощником уборщика лестницы. Теперь ты будешь помощником уборщика лестницы. Какой человек. Так что я был с бакетом и чистил стены. Это очень ужасно. И я чистил стены, 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 стены. И потом меня опять вернули на более высокий путь. И потом я потихоньку продвигался и в результате мне позволили даже отвечать за какой-нибудь целый таматрический ритуал. Это было в 1990 или 1991. Это было где-то в 1991 году. Я в руках, да, я в руках ритуал. Много людей вокруг меня смотрят меня. Что мы должны делать? Это был уже такой ответственный пост. Все на меня смотрели, спрашивали, что делать, не дали каких-то указаний. То есть это был такой же ответственный пост для меня. Два года я изучал санскрин, трику и знал очень многие вещи, которые никто не знал. Я начал думать, что я уже такой продвинутый йог вообще. Мне понравилось командовать, указывать всем. Так, все время. Я почувствовал себя таким знающим. Таким был мой эго на тот момент. Да, я вспомнил моего учителя. Кангаврия. В кухне, да. Но я должен спросить тебя что-то. Почему ты хочешь проводить этот ритуал? На тот момент я осознал, что это полное дерьмо. Потому что это полное дерьмо. Потому что это полное дерьмо. Он сказал мне, скажи мне правду, потому что если ты соврешь, я сразу пойму это. Мне пришлось ему сказать правду. Потому что на тот момент уже для меня это стало очевидным. Потому что это было из-за моего отчиславия, потому что мне нравилось восхищение женщин, мне нравилось быть в центре внимания. Хорошо. 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 Ты можешь продолжать. Потому что ты действительно сказал. Моего было просто разрушено. Но, конечно, мой эго было просто убито, и когда я уже выполнял ритуал, я абсолютно этим не наслаждался. Потому что человек страдал. Это тоже часть обучения. На данный момент у нас не такого плана обучения, все довольно спокойно пока это просто. Время семинара гуру кажется таким хорошим, добрым. Но на самом деле в сообществе гуру станут вашим кошмаром. Потому что это все часть обучения. После этого, я помню, что после этого ритуала он меня уволил и сказал, что ты просто дерьмо и иди отсюда. Он сказал, что он столько лет провел в йоге и был таким знающим, как это просто взять и выгнать. Ему пришлось три года провести возгнание, и это все было на самом деле частью обучения тоже. И чтобы выжить эти три года, мне пришлось развить какие-то другие навыки, научиться другим вещам. Это, конечно, были ужасные. Я очень много страдал. И я каким-то образом выжил, пережил, и потом мне уже позволено было эмоции. После этого он стал относиться ко мне как к великому йогу, и уже не было никаких проблем. Но в то время моя йога была полностью разрушена, полностью убита. Но это стоило больших страданий, потому что все эти внутренние адвокаты были убиты. И после этого в 1996 году он назначил меня учителем ачарей. После тринадцати лет страданий, как свинья. Как пик. Так, это моя история. После этого я могла его оставить. И один год после этого, в 1997 году, и в следующем году я был сам по себе. И через год после этого я окончательно покинул и уже был сам по себе. Я уже не требовал физического учителя. Потому что мне уже не требовался учителя в физической форме. И вам тоже понадобится в будущем такая тренировка. И вам тоже понадобится в будущем такая тренировка. Я вам буду уже просто сниться, как сатана в кошмарах. Я помню, что мой гуру работал так с одной своей ученицей, и он очень сильно отказывал на нее сильное давление. Например, один день он сказал учителям, что теперь ты будешь с тех пор преподавать трику. Это философия. Что? Он сказал, что? Он сказал, что? Да. Но не только просто говорить с людьми. Да? Нет, нет, нет. С ученым. Представьте себе, что такие люди, как я, сидят, смотрят на вас. Все эксперты в трике. Эксперты в трике. Да, все время. И эта женщина, которая была новичком в трике, ей пришлось вот такой вынести. Пришлось преподавать трику экспертам. И гуру ей сказал, ну я просто уже устал преподавать, давай ты из меня будешь преподавать. Он сказал, ну как же так, они же эксперты. И он сказал, ну ничего страшно. И он подговорил всех этих экспертов, сказал, вы ничего не говорите, не критикуете, просто молчите. И вот так она начала, таким образом, каждое воскресенье проводить лекции этим экспертом. Представьте, например. И она произносила, как могла. На ужасном своем санскрите, с ужасным произношением. Конечно, она знала, что она ничего не стоит в этом. И поскольку эксперты никак ее даже не критиковали и ничего не говорили, она еще больше страдала от этого. Потому что она знала, что она допускает много ошибок и знала, что они все это видят. И, конечно, долгие лекции давали. Мухтананда wasn't pleased with her. И поэтому он начал давать ей, например, в элевейторе, в элевейторе, давать ей стансы о Багавад-гита. Но Мухтананда был этим еще недоволен, и он ей начал подсовывать, пока не ехали в лифте, подсовывать строфы из Багавад-гиты, чтобы она их добавляла к своей речи. Но неужели все было спланировано, вся лекция, и как она могла, в принципе, куда-то засунуть эти сроки в пределы? Она говорит, ну просто вот это добавьте и комментируйте. Бедная, она вот стрекозенька, а в адгиты не знала, куда они все деться. И она потом оставила мемуары о своем опыте, и она писала, что эксперты... Она ощущала от них исходящее такое сострадание, потому что она знала, что она ужасно все это преподавала, но эксперты проявляли сострадание. Мухтананда ей подсовывала все новые строфы из Багавад-гиты каждый раз. Это tremendous pressure. И что же случилось потом? Вы знаете, как женское эго работает, постоянно нычет. Она просто вышла на террасу и разревелась. У нее уже ждали все слушатели. Она просто была не в состоянии. Знаете, как женщины реагируют. Она увидела такое нисходящее сисходящее из нее. Она видела это. И она увидела такой нисходящий поток голубой жидкости, который с ней упал. И это была трансформация ее эго. Это был такой особый опыт. Она просто заснула в это время. И потом она проснулась через несколько минут. Вспомнила, что ей надо подавать. И тут она поняла, что она все помнит и о Трике, и о Багавадгите. Тогда она спустилась в сад и увидела там Мухтананду. И он ее спросил, что ты готова речь давать? И она пишет впоследствии, что она увидела, как тело Мухтананда тоже разошлось. И опять из его тела уже происходила эта жидкость, которая к ней лилась. И она опять испытала это блаженство, которое она испытала. И когда она в следующий раз увидела Мухтананду, он уже был вроде в нормальном теле. И Мухтананда ответила, что ты готова? Да, я готова. И с тех пор у нее больше не возникала проблем с преподаванием. Но ей, конечно, это нелегко все удалось. Очень сложно, когда ваш учитель находится среди слушателей. Представляете, если там еще сидят другие эксперты. Конечно, учитель все это знает, он все это специально делает. Это просто, чтобы вас помочь. И когда вы допускаете ошибку, вы видите, что учитель тоже знает, он замечает это. Таким образом, мучение еще сильнее. Второй афоризм из Шпанда Карикады, chapter 1, читает Ятра ститам и дам сарвам карям тьяс матчам и эргатам Тася на вретару патвам нанилот хостикут рачит Так как он обладает открытой природой, то есть не скрытной природой, для него нет никаких препятствий нигде. И он является тем, в ком покоится вся Вселенная и откуда она происходит. И таким образом, Бабсу Гукты, тот мудрец, который написал это Писание, описывает определенные качества Шивари. Следующий афоризм говорит о том, что в этой Спанде нет никаких препятствий. Потому что вся Вселенная пребывает в нем. Потому что вся Вселенная исходит из него. Поэтому даже все препятствия тоже являются им. И поэтому он называется Ародхи. Тот, для кого нет препятствий. Он продолжает. Он продолжает. Принцип для себя. Даже в различных состояниях, таких как, например, бодрствование. Принцип для себя не отличается от Спанды. Даже пребывая в различных состояниях, таких как, например, бодрствование, Принцип спанды, не отличающийся от его природы, пронизывает их, и он никогда не покидает свою сущностную природу воспринимающего субъекта. Таким образом, Высшее Я никогда не прерывается, не прекращается, оно пронизывает все состояния сознания, бодрость в ней, сон и глубокий сон. Он никогда не отступает от своей истинной природы. И таким образом, спанда всегда является воспринимающим или свидетелем. И Вы есть это. Форст танца. Ахам сухи чадух ки чарактас че дяди сам бидаха. Сука дья бастану сютти вартам тениатта таха спутам. Я счастлив, я в печали, я привязан. Эти мыслеформы пребывают в том, в ком состояние счастья и остальные подобные ему. Нанизаны на нитку, как бусины в жерелье. То есть, единственное, что остается постоянным во всех этих выражениях, я счастлив, я болен, я привязан, это я. Я остается постоянным. Это есть спанда. Он никогда не отступает от своей истинной природы. Васугупта говорит все это, чтобы произвести в йоге состояние атма-вьябти. Состояние немилы на самадхи, т.е. транс с открытыми глазами. Он продолжает. Там, где не существует ни боли, ни наслаждения, ни объекта, ни субъекта, и там, где даже нет состояния оцепенения, и это в высшем смысле является принципом спанды. И поэтому это состояние является подобным пустоте. Но это не та пустота, которая говорит буддизм. Она на самом деле наделена сознанием, она полна сознанием. И поэтому, когда вы входите в такое состояние, где нет ни радости, ни печали, вы входите в атма-вьябти. Это транс с закрытыми глазами. Это не окончательное освобождение. Но это еще не является окончательным освобождением, потому что окончательное освобождение – это когда вы можете испытывать транс и внутри, и внешне. Первый шаг – это атма-вьябти, то есть это внутренний транс с закрытыми глазами. Вы не можете начать сразу с внешнего, с шива-вьябти. Поэтому сначала люди медитируют таким образом, с закрытыми глазами, с выключенным светом, то есть уходят вовнутрь. Вы начали так, например, «окей, сейчас открывайте глаза, это слово тебе, да? Медитайте так, не, это не работает». Потому что если вам сказать, что «Ну, давай этот весь мир ты, смотри на него и медитируй», это обычно не работает. «Это тебе, все это тебе, все это тебе, сейчас медитайте, не, 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 не. Поэтому это не получается, поэтому сначала надо начинать с внутреннего». That's why in a yoga center you start with meditation, peacefulness, switch off, you switch off to light, light. When you master the atma-vyabti state, when you completely realize that you are the inner self, you advance to shiva-vyabti. И когда вы овладеваете этой стадией атма-vyabti, вы уже переходите на стадию shiva-vyabti. So, in shiva-vyabti you realize that the entire universe is you too. И на стадии shiva-vyabti – это как раз тогда, когда вы осознаете, что вся Вселенная – это вы. И все, кто продолжает в шестом и седьмом афоризме говорить. Продолжение следует... 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 сила действия все инструменты восприятия и только с помощью него бесчувственно продолжает вести себя так как будто оно одухотворено и вместе с внутренней групп каранэшвари или богини которые отвечают за восприятие входим в состояние праврити то есть когда мы направляем внимание на внешней объекте объекты видите когда мы удерживаем внимание на этих объектах и сам и то есть когда эти объекты растворяются в высшем я так как его свобода существует повсеместно и он должен изучать именно осторожно детально и с уважением this is the source of his senses источник откуда исходят его чувства и изучать каранэшвари то есть богини чувства восприятия this power that makes this power that make senses to enter into the state of private is private is when you go to toward an object yes you you see an object that fusion то есть это как раз те силы которые позволяют направиться направиться к объекту сфокусировать свое внимание на нем праврити праврити стити you continue to watch the cushion стити это состояние когда мы продолжаем наблюдать мы продолжаем фиксировать внимание на этом объекте сам хрити when you yes you stop paying attention to the core to the cushion сам хрити это как раз то состояние когда мы уже отводим взор и перемещаем внимание куда-то еще и поэтому эти богини которые контролируют все наши все наше восприятие они являют наделены божественной природы и армарий чиз я рейс а флайки они являются на речье то есть лучами света камни форум шиба свет исходящего севы и когда вы медитируете на все это вы достигаете внутреннего осознания своего высшего я например если вы сфокусируетесь на процессе слышания когда вы различаете звуки и попытайтесь осознать эту богиню которая позволяет вам услышать эти звуки и когда вы как бы натыкает находите каранешу или распознаете ее то вы сразу узнаете об этом потому что в этот момент вы почувствуете блаженство и это блаженство исходящее изнутри потому что вы приближаетесь к своей высшей сути и таким образом вы можете воспользоваться использовать свои чувства для достижения этой цели через них прийти к источнику next basu gupta wrote nahi chanon nahi chanodana sya yam prerakatuena vartate api tuat mavalas parashat purusha stat samobhavet далее basu gupta пишет this limited individual does not direct or drive the gold of desire but yet by getting in touch with the force or power of the self that person becomes equal to that это ограниченная личность даже не управляет своими желаниями но в то же время войдя в контакт с силой высшего я человек становится равный ей и желания они продолжают воспроизводиться в вашем уме но вы просто не обращаете на них внимания вы пытаетесь в этот момент различить источника каранешвари то есть богини ощущений и чувств когда вы входите в контакт с каранешвари как раз вы входите в контакт с пандой каранешвари они являются как бы щупальцами спанды и таким образом через это вы притрагиваетесь к спанды и вы становитесь равны ей и равны шахте а шахте есть шива поэтому вы становитесь равным шиве и в этот момент вы достигаете атма в япти когда считает а ниджа шудхят самартася картабья швы на аршинах ядакша вахтрави те тадася парамампадам когда загибательный индивидуал который из incapакitated его не запасился и который желает делать действия это то есть то есть Когда исчезает возбуждение ума, желающего действовать, но лишенного этого прага из-за собственной нечистоты, тогда является Высшей Обитель. Когда Высчезает возбуждение ума, это означает, что вы испытываете в виду Атма-Вьябти. Под Высшей Обитель имеется виду Атма-Вьябти, то есть опыт Себя, Своей Сути, Сознание Своей Сути. Это ограниченная личность присуща возбуждению ума, постоянное движение ума. Плюс это эго, у которого много адвокатов, вызывает постоянное возбуждение. И когда подвижник осознает это, осознает, насколько это все не нужно и отвергает это, тогда проходит об возбуждении ума. Конечно, сам он по себе на это не способен, ему нужна помощь. И поэтому не беспокойтесь, Гуру заставит Вас отречься в тот момент. Но Вам придется это сделать в результате. Таким образом Вы достигаете высшего состояния. Вы сможете наслаждаться внутренним блаженством, но спонтанно. Это все проблема заключается в этой перевозбужденности ума. Следующий афорист. Десятый парень. Тадас якри тримодхарму гятва картритва лакшанаха. Ятас таде пшитам сарвам янатича карутича. В этом случае его врожденная природа, которая характеризована знанием и деятельностью, помогает ему достигать всего, чего он желает. То есть знать и делать, выполнять все, что он желает. 11 афорист. Тамадирштатри бхавена свабхаба мабалокаям. Смайямана ивастея стасеям кустритих кутаха. Как этот отвратительный путь перерождения может принадлежать тому, кто наблюдает, созерцает истинную природу или спанду, господствующую над всей Вселенной? Отрицание не может быть. Это самсара, это постоянное приходящее состояние, постоянное изменение, переход от одной мысли к другой, например. Больше не принадлежит этому. Больше не принадлежит этому. Нававати, то есть это отрицание. Нет, больше не принадлежит. В то время как он созерцает свою истинную суть, то есть он не наблюдает ее как какой-то отдельный объект, а он наблюдает ее как самого себя. И при этом рот у него открывается. Сейчас я испытываю это состояние атма-верти. Потому что я обладаю силой воспроизводить это состояние по своей воле. Но йог, о котором здесь говорится на данном этапе, он пока что испытывает ее спонтанно. Поэтому его рот открывается, его пальцы растопыриваются в этот момент. Потому что это такое ощущение, как миллионы оргазмов, очень мощное. Такое ощущение. Такое ощущение. Такое ощущение. Когда вы находитесь в этом состоянии, невозможно разговаривать, потому что это то же самое, что разговаривать во время оргазма. Но когда вы находитесь в этом состоянии, надо просто продолжать и продолжать, не расслаблять и не расслаблять свои усилия. Я расслабляюсь, потому что мне надо продолжать разговаривать. Такое ощущение. Такое ощущение. Такое ощущение. Такое ощущение. А что, сейчас во второй части. Угу. Today I will start with the 2nd chapter, soon. о которой мы сегодня поговорим. In the twelfth stanza. На бхаво бхавятаме На бхаво бхавятаме ти на чататрастиас мудхатар Ятови-йога-самспарша тадаси-дити-ниччайаха Non-existent cannot be contemplated and there is no absence of stupefaction in that condition either because by coming into contact with Abhi-йога and at that time you say two things You say for example I don't remember what happened or you remember a little You say oh I was sleeping very deep You say yes, very deeply You say yes, very deeply This is the two options in Abhi-йога in your declaration after coming out of deep sleep It is Abhi-йога It is a statement that you can hear from a person from a deep sleep So stupefaction really existed in that state You are not conscious of that state You are not conscious of that state This is not happening in an enlightened person And a enlightened person is conscious in deep sleep And he is conscious in dreaming And Vasugubta will say this later And Vasugubta will say And Vasugubta will say about this Atas that quittrimam geyam saushubta pada but satanatwe vam smaryam ar natuam tatatua 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 pratipa adhyatei For this reason that artificial knowable is always like the state of deep sleep However, that principle of spanda is not thus perceived or realized that is as a state of recollection That artificial knowable is not thus perceived or realized that is as a state of recollection That artificial knowable is the boy in deep sleep It is an invented boy It is an invented boy It is not the real self It is not the real self It is not the real self It is a buddhist state as a buddhist state no However, that principle of spanda is not thus perceived or realized that is as a state of recollection You cannot remember that is as a state of recollection You cannot remember spanda in the past Yes When you come out of deep sleep you recollect deep sleep in the past Yes Oh, I had a good sleep or I don't know what happened You recollect Because when you come out of deep sleep you recollect You recollect If you remember that was a place that was a moment or a moment If that point would be the If that point was the highest reality You could be recollected you could not be recollected you recollected if this point was a moment Then you would not remember as a moment as a moment because the highest reality is that was the Upala tree The perceiver Потому что Высшая Реальность – это тот, кто всегда воспринимает, постоянный воспринимающий. И он и сейчас присутствует, это Вы. Вы не можете это вспомнить. Потому что это сейчас, оно не принадлежит прошлому. Это сейчас, это Вы. Это не является искусственным объектом или какой-то выдумкой. Афоризм 14. It is said that there are two states in this principle of Espanda. Namely, the state of deed and the state of doer. Of those, the state of deed is perishable. But the state of doer is imperishable. В принципе, в Espandе существует два состояния. Состояние действия и состояние делателя. Из этих двух состояний, состояние действия приходящее, но состояние делателя неприходящее, то есть вечное, неразрушимое. Поэтому все эти объекты, которые воспроизводят спанды, они все подвержены разрушению, все приходящие. Так же, как все эти тела, в какой-то момент, они все исчезнут. Раньше или позже. Но Творец, тот, кто совершает все эти действия, он неприходящий, он вечный. Он никогда не умирает. Только усилия, направленные на действия, а деятельность исчезает в состоянии самадхи. И когда эти усилия исчезают, только глупец может подумать, что и я исчез. Потому что здесь говорится как раз о том ученике, который начинает уже в медитации испытывать пустоту. Я вчера об этом говорила. Это состояние ныряльщика, дайвера, который погружается в бесконечную глубину океана. Вы находитесь в причинном теле в этот момент. Вы испытываете пустоту. Вы испытываете самадхию пустоту. Когда вы испытываете это, то усилия, которые вы приложили к действиям, все исчезнут. Пока вы спускаетесь, вы просто расслабляетесь, вы не прилагаете усилия. И вы испытываете пустоту. Но только бутхан, только бутхан, человек, который не встанет, может подумать, что я тоже исчезаю. Но только дурак, только бутхан непребужденный может в этот момент подумать, что я исчезаю. Нет, универсия исчезает. И универсия превышает пустоту. На самом деле, Вселенная исчезает, и она превращается в пустоту, которая разворачивается перед вашими глазами. Но вы не исчезаете. Потому что если вы в этот момент исчезли, кто же тогда наблюдает эту пустоту? Потому что, помните, вас сугубь-то говорил в предыдущих афоризмах, что спанда никогда не отступает от своей истинной природы. Поэтому вы всегда являетесь воспринимающим. И исчезнуть вы не можете. Даже в состоянии пустоты. И поэтому вы осознаете эту пустоту. Никогда не прекращается внутреннее состояние или природа, который является обителью качества Всезнания. Так как нет восприятия ничего другого. Это значит, что этот воспринимающий, тот, кто созерцает, он никогда не прекращается, он никогда не исчезает. Потому что даже если один Шива умирает, в этот момент всегда есть другой Шива, который наблюдает это. И это тоже Шива. И поэтому действительно люди постоянно умирают. Но тот, кто всегда наблюдает за всеми этими смертями, он и есть Шива. И он никогда не умирает. И поэтому он знает, что другие люди умирают. Теоретически он умрет, но он не знает ничего об этом. Потому что он на самом деле никогда не получает такой опыт. У вас есть опыт смерти? Когда вы умерли в прошлый раз? Я не говорю об интеллекте, чтобы вы подумали на эту тему. А именно вот опыт. Вспомните такой опыт. Когда вы не существовали в прошлом? Когда? Такого не может быть, вы ощущаете, что вы всегда существовали. Вы не можете припомнить такого периода времени, когда вас не было. Из теории о перерождении, соответственно, в прошлой жизни у вас было какое-то другое тело, сейчас у вас это тело. Тогда почему для вас это тело не ощущается новым телом, именно, что оно новое или другое? Вы просто ощущаете, что это мое тело. Вы не ощущаете, что оно какое-то новое или другое. Это мой тело. Очень просто. Как это возможно? Еще проще есть пример такой, что вы и я, конечно, включены в эту категорию. Даже вы, Настя, вы тоже стареет. Вы все стареют, но вы тоже стареет. Но если вы посмотрите на фотографию себя пятнадцатилетнего, вы скажете, это я. Как это возможно? Потому что что-то внутри вас никогда не изменяется. Не произошло никаких изменений. Оно постоянно. И как вы растете, каждый день, каждый день, например, вы не чувствуете, что у меня есть другая рот. И со временем, когда вы стареете, вы вдруг не задумаете, что у меня какой-то другой рот. Ваше ощущение своего рта, оно постоянно, оно всегда одинаковое. Вы же не думаете, что вот я стареюся, и у меня теперь другой какой-то рот. И ногам кажется одним и тем же. Вы постоянно адаптируетесь к своему новому телу. И вам все время оно ощущается, как свое собственное тело. Вы чувствуете, что моя рука сейчас, это не моя рука, это новая рука, потому что я расту. Нет, это моя рука. Все время. Никогда не кажется, что вдруг у вас какая-то чужая рука или новая. Она просто... Всегда вам ощущается, как свое собственное. И всю жизнь вы думали, что вот это моя рука. Ничего не менялось. Потому что все это приходящее тело. Но вы не приходящий, то есть вы постоянно. Поэтому вы ощущаете свое постоянство, свою вечность всегда. Это очень просто. Потому что вы не можете осознать кого-то другого, который созерцает прекращение вашего существования. То есть не существует третьего лица, которое созерцает вашу смерть. Потому что вы являетесь спандой. Продолжение следует... Продолжение следует... Для идеально пробужденного супра-будхи существует постоянное восприятие высшего Я. И оно не прекращается в течение всех трех состояний сознания. Тем не менее, для остальных, для тех, кто не полностью пробуждены, восприятие высшего Я происходит только в начале и в конце каждого состояния. Большинство людей относятся к категории Абудхи, то есть вообще не пробужденные. Потом идет Будха, насколько-то пробужденные. Это те йоги, которые испытывают пустоту. Прабудхи — это уже продвинутые йоги, которые получают опыт своего высшего Я, но это происходит только в начале и в конце каждого состояния. Прабудха — это частично пробужденная Личность. Или в хорошей степени. И супра-будха — это вообще значит идеально, то есть это уже полностью идеально пробужденная Личность. И разница в том, что супра-будха может получать опыт, испытывать свое высшее Я уже посреди состояния, внутри их. Попробуйте сейчас это сделать, испытать свое качество блаженства, попробуйте стать блаженством. Если вы можете это сделать, то вы супра-будха. Блаженство, оно всегда приходит изнутри, и это придадет спонтанно. Супра-будха — это быстро происходит. Это проблема, что как раз добиться этого, достичь этого состояния — это непросто. Таким образом вы можете оценить свой уровень, свое состояние на данный момент. Если вы можете немножко хотя бы испытать блаженство во время бодрствования, значит вы уже близки к супра-будхе, а если вам в медитации постоянно приходит пустота, то вы будха. На уровне прабудха, обычно, когда вы просыпаетесь, на несколько минут вы испытываете состояние высшего Я, но это скоротечно. И супра-будха — это тоже прабудха, но единственная разница в том, что он может испытывать это блаженство не только в начале и в конце состояния сознания, а посреди. То есть, например, он может смотреть телевизор и в то же время испытывать блаженство. Это блаженство, оно обладает полной свободой и оно навещает его спонтанно, когда захочется. The next aphorism establishes this. И об этом говорится в следующем аphorism. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все пронизывающее высшее Я сияет в двух состояниях сознания — в бодрствовании и сне. И там сопровождается его силой — шахте, чьей природой являются знания и познаваемый объект. Тем не менее в остальных состояниях он является только как сознание, как ведичество сознания. Здесь уже говорится о супра-будхе. Это означает, что на уровне супра-будха человек во время бодрствования и во сне пребывает с шахтой, с его силой. И поэтому он испытывает блаженство. Но во время иного состояния, т.е. глубокого сна, спанда является ему в виде чистого сознания. И в этот момент он уже осознает эту пустоту. На самом деле это не пустота, а океан сознания. Большинство людей, которых вы знаете и вообще когда-либо познакомитесь в своей жизни, они не будут супра-будхами, так что не переживайте. Может быть в каждой стране один такой. Может быть. Согласно Гурджилу, чтобы изменить этот мир, нам нужно 200 супра-будх. Он говорит, что не существует достаточное количество супра-будх, либо их это не интересует, они не хотят помочь. Мне кажется, что просто нет достаточного количества. Я пришел к этому состоянию пять лет назад, и с тех пор я еще ни разу не встречал другого такого. Мне по телевизору вообще нигде ничего. Только уже мудрецы, покинувшие тело. Мой гуру, естественно. Но я еще не встречал такую живущую личность. Поэтому я абсолютно одинок. И, да, пять лет, и все равно я не могу найти. Может быть, в Индии я буду с одной или двумя, я думаю. Может быть, в Индии, если повезет, там будет хотя бы один или два. Нет, это не возможно, чтобы меня ошибаться. Но обмануть в этом плане невозможно. Потому что моя кундалини восстанавливает, поэтому она движет. Если моя кундалини движет, то супра-будха это неправильно. И у меня кундалини подскакивает. Если вокруг есть какая-то другая пробужденная личность, то кундалини всегда реагирует, подскакивает. Это не Кабрил. Кабрил, нет. Это кундалини и меня движет. Это даже не я на это реагирую, а просто кундалини сама по себе поднимается. Супра-будха, это как антенна, как антенна, как антенна. Антенна? Антенна. Антенна, как антенна. Спанская антенна, тоже. Кундалини, это как антенна, она реагирует. В этот момент у меня возникает блаженство. И то же самое происходит с кундалини и другой пробужденной личностью. Но, возможно, мы даже ничего не скажем друг другу. И больше никто ничего не заметит. Но до этого момента, к сожалению, никого нет больше. Человеческое существо, но в то же время не совсем. То есть я другого рода человеческое существо. Какая-то отдельная раса. Я не животный, не человек, это какой-то другой вид. Потому что супрабудха – это не супермен, который напичкан какими-то сверхчеловеческими возможностями. Это просто как-то другой вид какой-то человека. Супермен – он просто дополнительные возможности. Супрабудха – это не супермен. Супрабудха – это тот, который не тонет, когда все тонут. Как говорит Гурджиев, супрабудха – это тот, который не тонет, когда все тонут. Обычные люди впадают в панику, в отчаянии, они при этом тонут, падают на дно, а супрабудка на него не влияет. Потому что его центром не является тело или что-то еще. Его центром является Высшее Я. Продолжает вести свою жизнь, и у него могут быть какие-то проблемы в жизни, но внутри он совершенно не проник и заинтересован. Но снаружи он выглядит обычно, как Гурджиев. Потому что его центр притяжения отличается от других. Потому что Иисус говорил, что там, где ваше сердце, там и есть ваше сокровище. Поэтому для супрабудхи основное богатство, достояние – это Высшее Я, Истинное Я, а не Семья или что бы еще ни было. Потому что все это остальное на все приходящее. И Ваша семья умрет в какой-то момент, и Ваши дети, и Ваши родственники. Все это просто исчезнет в один момент. И поэтому центр притяжения супрабудхи находится только в самом неизменном, в самом постоянном.